Будет много дыма, но мало жара. В дымоходе будет откладываться криозот и сажа, а дверца камина закоптится. Замена печной фурнитуры, а в частности колосниковой решетки, от 12 тысяч рублей. Привет! Сегодня поговорим о том, как правильно использовать камин в загородном доме, чтобы продлить срок его жизни и не оплачивать дорогостоящий ремонт. Первое. Вовремя очищайте зольный ящик. Если этого не сделать, то решетка не получит должного количества воздуха, а без него она не сможет охладиться и, как следствие, деформируется. Замена печной фурнитуры, а в частности колосниковой решетки, в профессиональных компаниях стоит от 12 тысяч рублей. Сколько? Второе. Не растапливайте камин газетной бумагой. В ней содержится свинец. Такой вид топлива токсичен для вас и ваших близких. Если вам нужно быстро растопить камин, воспользуйтесь растопочными брикетами или специальными жидкостями для камина. Не сжигайте в камине мусор. Обработанная химикатами или покрытая лаком древесина не годится для топки камина. А пищевые отходы из-за содержащейся в них влаги дадут мокрую сажу, которая осядет на трубах и забьет их впоследствии. Следите за влажностью дров. Понять, что полено мокрое, можно по его горению. Оно будет пузыриться и трещать. Если древесина содержит более 20% влаги, то ее горение будет неэффективно. Будет много дыма, но мало жара. Кроме того, от сжигания сырых дров топка камина изнутри покроется черным нагаром. В дымоходе будет откладываться криозот и сажа, а дверца камина закоптится. Засоренный дымоход – причина слабой тяги. В этом случае камин будет вырабатывать меньше тепла, при этом расходовать больше топлива. В лучшем случае вас ждет более частая чистка, а в худшем – дорогостоящий ремонт. Чем правильно топить камин? В качестве горючего материала для растопки камина подойдет древесина, брикеты, уголь, газ, если камин газовый, и биотопливо. Поговорим о самом распространенном материале для растопки камина – колотых дровах. Считается, что лучшим материалом для растопки камина является древесина, которая не содержит смолы. В состав такой древесины входит в основном водород и углерод. При полном сгорании водорода образуется водяной пар, а при полном сгорании углерода – углекислый газ, который вместе с дымом полностью уходит в атмосферу. Идеальное полено должно содержать не более 20% влаги и быть естественно высушенным. Не используйте для этого фен. Как правильно сушить дрова? В принципе, можно покупать и влажные дрова. Главное – правильно их досушивать. Помните, что свеженарубленная древесина содержит в себе более 60% влаги. Чтобы дрова правильно высохли, они должны храниться в наколотом состоянии от полугода до года в защищенном от дождя месте. Сколько, сколько! Не храните дрова одной кучей на земле, закрыв их пленкой. Вместо этого используйте специальную дровницу. Пол дровницы представляет из себя настил выше уровня земли. Также дровница должна иметь крышу для защиты дров от атмосферных осадков. Дрова не должны плотно прилегать к крыши, так чтобы между крышей и дровами было пространство. Кроме того, не накрывайте ни в коем случае их пленкой. И еще один важный момент. В дровнице должны быть открыты две стороны, для того, чтобы дрова продувались ветром. Ну и напоследок, перед тем, как класть дрова в камин, подержите их в течение суток в помещении при комнатной температуре. На сегодня это все. Я надеюсь, видео было вам полезным, ну или хотя бы просто понравилось. Если это так, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал и присоединяйтесь к нам в мессенджерах. С вами был Александр Ловицкий. До встречи на канале Бако. Ищите нас в Яндекс.Дзен и вступайте в группу во Вконтакте. Ссылка в описании ролика.